Здравствуйте! В эфире программа «В центре внимания» в студии Евгения Монакова. Центр развития территорий. Такая новая структура появилась у нас в Амурской области. И сегодня в гостях находится и руководитель Петр Стрелец. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, Евгения. Ну, сначала, наверное, следует рассказать, что же такое Центр развития территории и какие территории он будет развивать. Центр развития территории будет заниматься общественными пространствами, то, что называется городской средой. Это парки, зоны отдыха, дворовые территории и все эти территории, где люди проводят свое время за пределами своей квартиры. Ну, я так понимаю, действительно, у нас сейчас большое количество федеральных проектов и выделенных средств для того, чтобы как раз ремонтировать те самые территории, о которых вы сказали. И, видимо, возникли у руководства нашей области и города проблемы определенные с этим связанные, которые Центр развития территорий как раз будет решать. Скорее не проблема, а скорее потребность в квалифицированных кадрах. Дело в том, что сейчас многие проекты заказываются у коммерческих структур, в том числе неуместных коммерческих структур. И мы упускаем туда бюджет и компетенции, то есть знания и опыт получают люди, которые работают на коммерческих структурах где-то там. А своих специалистов здесь, в Морской области, мы не взращивали. Мы не занимались образованием здесь тех архитекторов, которые у нас тут имеются, тех дизайнеров, которые у нас тут есть. Не занимались развитием такой интересной сферы, как руководители архитектурных проектов. Не занимались исследованиями того, что необходимо жителям. Не встречались с жителями, ну это вот только в последнее время начались встречи с жителями. И обсуждение того, что же, например, они хотят видеть на набережной, в общественных пространствах, в парках. И то, встречаются с жителем, как правило, не архитекторы, не управление архитектурой. А встречаются чиновники и дальше уже доносят информацию. То есть, вот эта цепочка, она должна вся соблюдаться последовательно. Конечно. Плюс ко всему, заходят работать большие федеральные структуры, такие как Стрелка, конструкторское бюро, такие как Дом.РФ, также ребята, которые занимаются общественной средой. Но они не могут найти общий язык с муниципалитетами. То есть, что нужно? Муниципалитеты говорят на одном языке, а ребята из подобных структур говорят на другом языке. И нужно, в том числе, орган, который будет между ними переводить язык одних на язык других и обратно. Так, ну давайте теперь конкретно по функционалу, чтобы нам понять, какое конкретно звено занимает вот этот вот Центр развития территории. Ваши задачи какие? Ну вот смотрите, расскажу на примере. Есть у нас замечательное село Ивановка, которое активно развивается. И вот мы к ним съездили на встречу на прошлой неделе. У них есть потребность в реорганизации их текущей городской площади, в организации там мемориального комплекса, посвященным героям Великой Отечественной войны и героям социалистического труда и прочим, короче, заметным людям Ивановки 20 века. Кроме того, есть большая парковая территория и такой небольшой арт-центр с арт-объектами. И им надо вот с этим всем что-то сделать. Им нужно создать общую концепцию развития вот этой территории, что там будет сейчас, что там будет через 10 лет, как жители Ивановки это видят, спросить жителей Ивановки. Но не просто спросить, ребята, а что вы хотите, а использовать методологии, которых уже огромное количество, для того, чтобы выявить, а что на самом деле нужно. Потому что по недавним исследованиям люди говорят не всегда то же самое, чем они будут пользоваться на самом деле. О боже мой, как же нас понять-то, если мы даже не знаем, чем хотим сами. Ну вот один совсем минимальный пример. Жители одного из жилых комплексов, не так далеко, в Дальнем Востоке, проголосовали за устройство у себя во дворах Wi-Fi сети, общие для всех жителей дома. Когда застройщик ее поставил, голосовали там более тысячи человек, подключений было восемь за полгода. То есть люди проголосовали, а им это не надо. А как понять то, что людям надо на самом деле? А как понять? Опросить, предложить, сформировать наши задачи. То есть получается, у вас в структуре и социологи, которые проводят как раз вот эти исследования, опросы, анализируют вот эти все потребности, которые есть у жителей данной территории. Правильно я понимаю? Да. А дальше есть еще другой ряд специалистов. А дальше приступают архитекторы, которые делают вначале план территории. То есть примерно, ребят, здесь будет вот это, здесь будет вот это. И показывают набор аналогов. Будет вот это, как вот здесь. Согласны? Люди говорят, да, нам это нравится. Окей, уходит в работу. После этого примерного плана утвержденного, приступают к конкретной проработке, где уже прорабатываются конкретные объекты городской среды, конкретный вид. И конечным продуктом всего это является техническое задание к проектной документации, которую уже муниципалитет либо выставляет на торги, ну то есть там уже дальше по той процедуре, которая у них должна быть либо торги, либо непосредственно проектное финансирование, ну либо там другая структура финансирования. Петр, большая вообще потребность такого рода работы в области? О да, очень большая. Мы пока были коммерческой структурой, прежде чем решили, так сказать, официально оформить наши отношения, запросов было достаточное количество. И на фасады в Амурской области, и на общественные территории в Амурской области, и в принципе на дизайн в Амурской области. А компетенции именно у госорганов раньше таких не было. Раньше теперь будут. Ваши услуги, кстати, Центр развития территории, они оплачиваются кем? Это будут средства из регионального бюджета, то есть местный бюджет, бюджет органов местного самоправления, он идет, например, на смертную документацию и на общестроительные работы, но в случае, если это инициативное бюджетирование, там чуть по-другому, там часть сами жители, часть регионы, часть сам муниципалитет. Все зависит от конкретного. То есть обратиться могут все? И муниципалитеты, и какие-то инициативные группы? Или как вы это объясните? Обратиться могут муниципалитеты. Да, потому что задачу нам должен ставить регион, правительство Амурской области. Они нам спускают список задач на будущий период, по которым мы отрабатываем. Но вообще общественные территории, да, это большой объем? Это достаточно большой объем, но начинать мы будем планомерно. Не будем хвататься за все сразу. Будем делать удачные кейсы по нескольким территориям, смотреть, как они работают, а потом делать нечто вроде альбом успешных практик, где будут готовы решения, которые муниципалитет сможет применить, уже надеюсь, без нашей непосредственной помощи и работы. Даже так? Ну да, например, нужна дворовая территория, нужна территория возле школы, открывается томик успешных практик на определенной странице и смотрится, ага, можно вот так, вот примерные поставщики, можно вот так, вот примерные поставщики, можно вот так. Слушайте, очень много действительно нюансов возникает по ходу вот этих вот отработки всевозможных средств федеральных, да, которые к нам приходят по программам. Вот в частности жители, действительно, вот то, что вы говорите, сначала мы одно хотим, потом мы хотим совсем другое. Вот это ваша задача, чтобы потом совсем другого не было, получается? Наша задача, на самом деле, опросить, чего жители хотят на самом деле. Не просто увидели в каком-то журнале, который, может быть, они раз в жизни видели, а что они на самом деле, что им необходимо на этой территории, чтобы они, чем бы они сейчас были готовы пользоваться, но не пользуются. А что касается общего видения концепции, да, города, вот то, о чем, кстати, сейчас очень часто говорят, и я знаю, круглые столы на эти темы устраивают. Вот есть у вас какая-то общая концепция, под которую вы будете подгонять, собственно, все вот эти вот остальные проекты? Ну, тут есть очень большая история, называется она «Трансграничная агломерация благовещенств». И в ее именно конве мы сейчас начинаем разговор о стратегии пространственного развития агломерации. А что же будет из себя благовещен специалистам к 2050 году? А что же мы из него хотим получить? И какая нужна ему застройка в том числе? А вот есть такое уже четкое представление? А вот пока такого четкого нет. Не сформировалось, да, еще? Нет. То есть так как сама по себе фраза о агломерации, она сформировалась только летом этого года, но ее уже активно поддерживают и правительство Российской Федерации, и Минвостокразвития, то мы сейчас только начинаем говорить и рассуждать о том, что может быть нужно. Появится точный план где-то в течение года-двух. Даже так? У вас есть определенный срок, да? Да, разумеется. То есть что это будет? Либо мы какие-то низкие здания и старинные постройки, да, либо это какие-то современные уже совершенно другие здания. Разумеется. Но для этого мы должны будем, когда у нас будет первое представление, пригласить специалистов из других регионов, чтобы они посмотрели своим сторонним взглядом впервые на Благовещенск, может быть заметили какие-то проблемы, которых не видим мы, сказали о них, посмотрели на наш план, скорректировали его. И вот такой вот очередной агломерацией, но уже только всех мнений по России, мы будем и формировать эту стратегию пространственного развития и вид города будущего. Петр, ну тогда очень важно, кто ее будет формировать. Мне очень важно, если у вас люди в достаточном количестве, которые уже работают и будут показывать эффективно. Но мы занимаемся поиском сейчас лучших из лучших из Амурской области. Первоначальная команда набрана, но набор мы еще продолжаем. Кто вам нужен? Давайте так. Нам нужны специалисты гуманитарной специальности, в первую очередь. Это социологи, это люди, которые будут готовы стать руководителями проектов, то есть теми людьми, которые будут представлять команды на местах, в муниципалитетах, в общениях с жителями городов. У нас сейчас большая программа обучения на 2020 год. Мы сейчас набираем первичную команду, потом будем отправлять на обучение, и затем уже будет происходить отсев и, так скажем, естественный отбор. Вот это да, серьезный процесс. Куда отправлять резюме? Резюме можно отправлять напрямую на наш центр. Скоро появятся на нем все контакты в интернете, и можно будет стать туда. Ну что ж, вам удачной работы. Я надеюсь, что мы еще не раз будем встречаться в этой студии, а вы потом через год представите нам уже какую-то концепцию готовую города Благовещенска, по крайней мере. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня с гостями был Петр Стрелец, руководитель Центра развития территории. Вы смотрели программу в центре. Внимание, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова